ДЧС Сейчас очень сильно испортились погодные условия, в связи с этим есть определенная опасность застрять где-нибудь посреди степи на выезде из города, и поэтому хотелось бы узнать, что предпринимает непосредственно ДЧС в этом отношении, как предупреждает граждан, какие дороги перекрыты и какие самые опасные направления, где можно ожидать вот такой разгул зимней стихии. Итак, Кумар Бахытович, расскажите, пожалуйста, о том, какую работу сейчас проводит ДЧС. Департамент сейчас работа осуществляет в соответствии с планом, который был у нас утвержден в начале зимнего периода. Все службы в городе, которые задействованы будут при предупреждении, ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с зимним периодом, они все приведены в готовность, в принципе, это все работает. И, в первую очередь, конечно, хотелось бы сказать, что вчерашнее штормовое предупреждение, которое до всех дошло, утром сегодня показало на себя. Это был снег, метель, вкупе привело к тому, что видимость была нулевая, и нам пришлось закрыть дороги республиканского значения, Самара-Шенгетта, от города Ахтюбет до Уральской границы. В настоящий время эта дорога открыта, остается закрытым у нас только участок дороги Хандагаш-Эмбашалкар в настоящее время. В принципе, в настоящее время, по данным КАЗ-гидромет, обстановка сейчас стабильная, но имеются места, где метет, имеются места, где еще есть усиление ветра. Тем более, сейчас поступило штормовое предупреждение об усилении ветра до 25 метров в секунду, поэтому с этим сообщением хотелось бы обратиться к гражданам нашего города и гостям, чтобы они не пренебрегали данными смс-сообщениями, по мере необходимости не выезжали за пределы населенных пунктов, потому что погода меняется быстро, поэтому, чтобы не остаться у дороги, желательно остаться в населенном пункте. В то же время и дорожные службы сейчас, и Акиматы, и наши районные подразделения, они сейчас все готовы оказать любую помощь, оказавшемуся в дороге или тем, кто застрял у нас в пути. Поэтому вся техника приведена к готовности, и мы, в принципе, готовы оказать любую помощь. Есть ли места в нашей области, где наиболее такие опасные места, где наиболее часто встречаются вот такие переметы? Да, конечно, в принципе, дороги на территории Октябрьской области составляют свыше 6 тысяч километров, порядка только 4 тысяч километров свыше этой дороги местного значения, а все остальное, 1800 почти километров, это дороги республиканского значения. На всех дорогах практически у нас имеются неконосимые участки. И, несмотря на то, что и дорожными службами проводится работа по установке снегозадержащих элементов, в любом случае у нас есть постоянные места, которые остаются снегозадержащими. Я, в принципе, могу привести пару примеров. Это у нас 61-й километр трассы Автубе-Орск, это в районе поселка Коститек, постоянно где осуществляются переметы. Потом у нас участок дороги на Хромтауцком направлении, это поселок Ахжар. Постоянно с неконосимым участком остается у нас направление в сторону Кустана, это район Айке, поворот на российскую границу с севером, город Светлой Российской Федерации. У нас остаются опасными участки, и вот в том направлении, где сейчас закрыто у нас, это Кандагашка, Башалкара, там от поселка Мугалжар, от села до станции Бершигур. И в Хабдинском направлении у нас остается район поселка Каин-Цай, где большой спуск. Вот эти районы всегда являются снегозадержащими и всегда там идет усиление ветра, поэтому необходимо обращать внимание. Ну, несмотря на это, у нас на территории области местными исполнительными органами и дорожными службами подготовлены более 70 пунктов обогрева в случае необходимости. Это более 20 на дорогах областного значения, а все остальные находятся на дорогах областного, местного и областного значения. И хотелось бы узнать, вот все-таки, если человек на автомобиле попал вот в плен зимней стихии, какие его основные действия, первые действия, которые он должен выполнить для того, чтобы обезопасить себя и жизнь, а также здоровье и свое имущество? Сейчас хотелось бы коротко до всех жителей сказать, что департаментом при поддержке областного кематара были разработаны 66 аудио-видеороликов. Помимо этого, сейчас находится на стадии выпуска уже более 100 тысяч экземпляров, памяток, буклетов, которые в последующем будут доведены до граждан. И там мы конкретно расписываем действия населения в тех или иных ситуациях. Например, если человек остался в дороге и попал в уран, то, конечно, желательно иметь при себе определенный запас теплой одежды. В любом случае, каждый человек, выезжая на дальнюю дорогу, должен при себе иметь это. Теплая одежда, продукты питания, запас топлива обязательно должен быть. И какие-то яркие материалы, например, если вы остались все-таки зимой на дороге, чтобы можно было дать сигнал спасателям. И желательно машину вставить уже против ветра, чтобы газовые выхлопы не заходили в салон при прогревании машины. Ну, основные моменты, конечно, желательно оставаться дома, если так уже получились сообщения, что нельзя выезжать. Ну, а так иметь при себе теплую одежду, продукты питания и вот эти все сопутствующие элементы для того, чтобы можно было как-то переждать и дождаться спасателей. Спасибо большое. В то же время зимой не только холод, мороз и метель являются главными врагами людей, но и, как ни странно, пожары. Итак, вот хотелось бы обратиться к Малику Нугманову. Малик, вот расскажите, пожалуйста, буквально вчера, да, произошел случай такой в Волгинском районе, если я не ошибаюсь, произошел взрыв баллона, повлекший как раз-таки ранение людей. Вот хотелось бы узнать об этом подробнее и в чем причина? Да, действительно, 17 декабря в 21 часа 20 минут в поселке Маржан-Булак Алгинского района произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием. От пожара пострадало 6 человек, 4 из которых впоследствии уже были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Двум человеком туда было направлено подразделение Центра медицины и катастроф. Данными сотрудниками была оказана психологическая помощь. Диагноз был поставлен психотравма. Пока причину пожаров сейчас устанавливаются дознавателями ДВД. В настоящее время неизвестно, по какой причине именно были пожары. Согласно статистике, как часто происходят такие вот подобные ситуации, в частности, в этом году в нашей области? Ну, почти аналогичный случай у нас произошел вот в этом году, это 8 января 2015 года. Это было в Магаджанском лесничестве, наверное, вы тоже помните, наверное. Тоже произошел взрыв газового баллона, в результате чего-то уже был пожар. 5 человек пострадало и один погиб. Вот на тот момент это было. Также уже взрыв газовоздушной смеси у нас был зафиксирован, это в поселке Родниковка Мартугского района. Как мы всем помним, там один человек пострадал, который потом впоследствии уже тоже погиб, умер. А вот аналогичный случай взрыва газового баллона тогда, в чем причина была тогда взрыва? Ну, именно по первому случаю, который был 8 января 2015 года, это хозяева, они наполнили газовый баллон газом, и потом они резко его занесли в теплое помещение, в результате чего при расширении газа произошел взрыв. У нас такая причина была. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что сегодня в студии у нас были начальник отдела предупреждения ЧАЭС Кумар Турмагамбетов, а также главный специалист ДЧАЭС Малик Нугманов. Спасибо вам большое. Ну, а телезрителям хотелось бы напомнить, берегите себя, особенно в зимнее время, и не только, кстати, от холода, но и от пожаров. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok